Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о типах цветков винограда. Поговорим, что такое обоеполый цветок, что такое женский цветок. Я покажу на примерах, как это выглядит и на что это влияет, почему это важно и почему это важно знать именно сейчас, в период посадки винограда. И прежде чем мы начнем разговор о типах цветков и будем смотреть, как они устроены, нам следует поговорить, как вообще происходит опыление винограда. У меня не просто так стоят эти чашечки. Я в прошлом году рассказывала, но сегодня кратенько еще повторюсь и постараюсь показать это немножечко наглядно. Из подручных средств мы стерим модель цветка винограда. Он у нас даже приблизительно такой формы. В определенный момент верхняя часть, которая называется колпачок, она очленяется и отпадает. Здесь у нас находится пестик, он такой тоже будет зелененький, пузатенький. И тычиночки. Ну, в качестве тычинок будут сейчас служить мои пальцы. Понятно, что они находятся внутри цветка. Ну, можем вот так вот сделать, чтобы было более правдиво. Так вот, момент, когда у нас колпачок упал, тычиночки, вот они находятся практически над пестиком, еще чуть-чуть поднимаются, стряхивают свою пыльцу. На пестик. Разворачиваются в другую сторону. И ветром эта пыльца разносится на другие цветки. Вот основной принцип опыления цветка винограда. И теперь смотрим, как это выглядит в реальности. Вот смотрите, вот у нас колпачок. Вот цветочек, вон там, кругленький внутри пестик. И тычинки вокруг, они длинненькие. Вот здесь хорошо видно, вот пестик в середке. И вот тычинки, они длинные. Это говорит о том, что цветок обоеполый. А вот это у нас цветок физиологически женский. Почему я делаю акцент на физиологически? Потому что на самом деле, структурно у него есть и тычинки, и пестики. Но и тычинки недоразвитые. Помните, на предыдущей картинке я показывала, тычинки длинненькие. А здесь вот, смотрите. Вот у нас пестик. И тычинки рядом коротенькие. Когда я вам рассказывала про цветение, я рассказывала, вот, смотрите, сбрасывается колпачок. И в момент сброса колпачка тычинки должны находиться ровненько над рыльцем. То есть вот над этим местом, над верхушкой пестика. Они тогда высыпают свою пыльцу. После этого еще чуть-чуть удлиняются и разворачиваются в другую сторону. И здесь, видите, развернуться некуда и некому. Они коротенькие, они никак не достают до вот этого вот рыльца, до верхушечки пестика. Вот здесь вот хорошо видно. Вот они никогда этого не достают. И такой цветок называется физиологически женским. И, конечно же, если у вас сорт с такими женскими цветами, то им нужен какой-то помощник в виде обойболого сорта. Вот, смотрите, рядом нацветает. И хорошо видно для сравнения. Вот какие тычиночки длинные. Теперь, смотрите, вот они находятся рядышком. Один сорт помогает другому. Ну и, конечно, если на вашем участке находится сорт только женским типом цветка, то ждать хорошего опыления не стоит. И теперь, если у вас на вашем винограде возникают проблемы с опылением, то первое, на что следует обратить внимание, это на тип цветка. Если вы знаете название сорта, то вы с легкостью можете уточнить, является этот сорт женским, либо нет. Если же не знаете, то я вам показала, как определить. Когда ваш виноград цветет, вы с легкостью можете посмотреть. Бояться женского типа цветка абсолютно не стоит. Просто надо учитывать эту особенность виноградного растения. И почему мы говорим об этом сейчас? Потому что сейчас весна. Вы сейчас выбираете себе сорта на посадку. В скором времени, через пару недель, мы начнем это все высаживать. И вот эту особенность надо будет учесть при посадке. Но кроме простого соседства, нам нужно учесть еще один очень важный момент. Это сроки цветения и сроки созревания. Потому что может случиться так. Вы посадили сорт женским типом цветка ультрараннего срока созревания. И рядышком посадили более поздний виноград. У них разное время цветения. И опылять все равно будет некому. Вы будете думать, что вот этот сорт женским типом цветка, он плохой. Вам не то продали. Вообще что-то с этим сортом не то. Плохой селекционер. Нет. Просто не учли. Вот это время. Если они цветут в разное время, несмотря на соседство, опылять некому. Ну, либо наоборот. Женский будет более поздний. Рядышком сорт сидит более ранний. И, соответственно, тоже разные сроки цветения. Поэтому этот момент обязательно учтите при посадке. Также сорта винограда женским типом цветка нежелательно высаживать в теплице. Потому что там опыление происходит гораздо сложнее. Нет ветра, нет ничего. С другой стороны, если мы устраиваем сквознячок, если там у нас залетают шмели. И, хотя виноград растение, которое опыляется ветром, но, тем не менее, я много-много раз замечала, что в момент цветения очень много шмелей прилетает на виноградные цветки. Поэтому, если это все летает, то опыление будет происходить. Если так случилось, что вы уже посадили вот такой сорт в теплицу, и сейчас узнали эту информацию, думаете, ну, надо, наверное, пересаживать, что-то надо делать, в принципе, можете ничего не делать. Просто в момент цветения можете немножко растению помочь. Берете что-то очень мягкое, например, какой-то типа кроличий хвостик, да, такие, чтобы были длинные ворсинки, некую такую пуховочку. Проходитесь ей по обоеполому цветку, а потом немножко проходитесь по цветкам женского типа. То есть, да, вам немножечко придется поработать пчелкой, но, тем не менее, это тоже такая помощь растению, которую вы можете сделать. В общем-то, это не так сложно, времени это много не займет, но в итоге получите урожай. Может быть, это будет проще, чем, например, что-то пересаживать. Ну, конечно, в этот момент подумайте о том, что надо в тепличке устраивать сквознячок. То же самое касается и сортов, которые у вас сидят на улице. Если так получилось, что вы, ну, как-то уже посадили, как-то спланировали, вы этих особенностей не знали, или, может быть, вы купили какой-то виноград, даже там не запомнили его сорт, не обращали на это внимание. И теперь во время цветения вы подошли и увидели, что женский тип цветка. Теперь вы понимаете, почему он плохо опыляется. Тоже подумайте, может ему подсадить какого-то соседа, может быть, этот куст перенести в другое место, либо, может быть, помочь вот так вот поработать немножечко пчелкой. То есть, эти все вопросы решаемы. И, конечно, у вас может возникнуть вопрос, на каком же расстоянии посадить эти кусты друг от друга, чтобы они хорошо опылялись. На обычном стандартном расстоянии. Как правило, это около трех метров, но кто-то садит ей гораздо плотнее, потому что у него недостаток места. В любом случае, если мы учтем именно сроки цветения, то, о чем я говорила, то ваши кусты будут прекрасно опыляться. И вы будете получать хороший полноценный урожай. То есть, бояться этого не стоит, просто это важный момент, который нужно учитывать при посадке. Надеюсь, эта информация была вам полезной. Хороших вам урожаев. А я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», ссылка на другие полезные ролики, ссылка на каталог наших сортов и награды и мои контакты. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok